здравствуйте в этом видео хочу показать как связать вот такую тесьму для ирландского кружева ее можно использовать для обработки низа изделия а также горловины для работы я использую нитки макси и виолет провязываем две воздушные петли вводим крючок в первую воздушную петлю протягиваем рабочую нить 2 петли провязываем вместе поворачиваем вот вот эту одну петельку протягиваем рабочую нить 2 петли на крючке провязываем снова поворачиваем вводим крючок под 2 петельки сбоку протягиваем рабочую нить провязываем снова повернули вводим крючок под 2 петельки протягиваем рабочую нить провязываем поворачиваем крючок вводим по 2 петельки протягиваем рабочую нить и провязываем. Поворачиваем, вводим крючок и провязываем. Таким образом вяжем нужную нам длину шнура гусенички. Провязали шнур гусеничку необходимой длины и теперь внимательно посмотрим на наш шнур. По боковым частям шнура у нас здесь образовались такие вот небольшие арочки с обратной стороны точно также. Теперь за одну из этих арочек, за первую саму арочку, здесь вот, мы прикрепим нить красного цвета. Вы можете выгоднить на свой вкус. Таким образом закрепили нить. Набираем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5. Теперь в эту же петельку провяжем столбик с двумя накидами. Сделаем накид на крючок и под столбик с двумя накидами сделаем блок-столбик. Один раз протягиваем нить, накид на крючок, второй раз протягиваем нить, накид, третий, накид, четвертый, накид, накид, пятый, накид, шестой, накид, седьмой и в эту же петельку протягиваем нить снова. Все петли на крючке провязываем за один раз. Вот таким образом немножко подтянем. Теперь пропускаем по ребру гусенички две арочки вот эти маленькие и в третью арочку вяжем соединительный столбик и еще один соединительный столбик в следующую арочку. Вот что получилось у нас. Снова набираем 5 воздушных петель 3 4 5 столбик с двумя накидами в эту же арочку провязали. Теперь вяжем блок-столбик 1 2 3 4 5 6 7. Снова в эту же арочку свяжем, протянем рабочую нить, и все петельки на крючке провяжем за один прием. Немного подтягиваем рабочую нить, пропускаем две арочки и в третью вяжем соединительный столбик и в следующую точно так же провяжем соединительный столбик. Снова 5 воздушных петель, столбик с двумя накидами, формируем блок-столбик 1 2 3 4 5 6 7. В эту же петлю протянем рабочую нить. Все петли на крючке провязываем за один прием, подтягиваем немножко ниточку, пропускаем две арочки и в третью вяжем соединительный столбик и в следующую соединительный столбик. Таким образом вяжем такие блок-столбики до конца нашей гусенички. Провязали ряд блок-столбиков, хвостики ниточек заправили. Теперь возьмем нить желтого цвета, прикрепим ее в ту же петельку, откуда мы начинали вязать блок-столбики, вот сюда вот. Протягиваем, вяжем одну воздушную петлю подъема и теперь смотрим у нас вот здесь над блок-столбиком мы с вами вязали 5 воздушных петель. Тут образовалась вот такая арочка. Под эту арочку мы провяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь провяжем соединительный столбик между блок-столбиками вот таким образом. Под следующую арочку снова вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И между блок-столбиками вяжем соединительный столбик. Дальше продолжаем вязать по 8 столбиков под каждую арочку. И таким образом будем вязать до конца этого ряда. Закончили вязать ряд нитью желтого цвета. Ниточки заправили. Вот так наша тесьма выглядит с лицевой стороны, а так с изнаночной. И теперь мы с вами обвяжем по противоположной стороне шнура гусенички нитью оранжевого цвета. Переворачиваем нашу тесьму так, чтобы начало вязания было с лицевой стороны. Берем нить и прикрепим его в первую боковую петельку шнура гусенички. Обвязку будем делать обвязкой Мирославы. Одна воздушная петля. Следующую петельку боковую вяжем соединительный столбик. Воздушная петля. Следующую петельку соединительный столбик. Воздушная петля. Соединительный столбик. Воздушная петля. Соединительный столбик. Снова воздушная петля. Следующую петельку. Соединительный столбик. Воздушная петля. Соединительный столбик. Таким образом будем вязать до конца ряда. Закончили вязать обвязку Мирославы. Спрятали хвостики нитей. вот такая тесьма у нас получилась спасибо что вы смотрите ставите лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые видео